МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве работает ярмарка сельхозпродукции. Тот самый день. Руководство города еще несколько лет назад определило санитарные даты для всех предприятий города. Каждый вторник и пятницу они должны проводить генеральную уборку прилегающих территорий. Но, как выяснилось, для многих руководителей предприятий ни рекомендации, ни штрафы, больше ни аргумент. С рабочей группой на очередную контрольную проверку отправилась и Ангелина Дикон. Груда искореженного металла над ней на фоне свинцового неба. Устрашающе возвышается сломанный башен и кран. Пейзаж на фоне нескошенной травы. Мобильная группа была здесь в сентябре и уже выдавала предписание. Их проигнорировали. Металлом на территории должны быть организованы отдельные площадки. Они должны быть обозначены. Они должны иметь уходонепроницаемое покрытие. Сегодня руководителя Центра спецстроя на месте нет. За бесхозяйственность отвечает механик. Извиняется, мол, предприятие присоединили к новой управляющей компании. Теперь ждут новых ЦУ и разнарядок из главного офиса. Да и раньше неплохо справлялись. Это был полигон. Работал башен и кран. Здесь все было заложено трубами, стройматериалами. Снаружи не выкрашен забор. Есть бордюры, но нет асфальта. Правда, дорожки, подходы и подъезды к воротам тщательно выметены. Сегодня Бобруйской организации в очередной раз дадут рекомендации с коротким сроком исполнения. В противном случае опять выпишут штраф. А в качестве примера хозяйственности сосед через дорогу. Автобусный парк. С одной стороны, можно сказать, элитный заборчик покрашен, да, и прибордюрочка убрана, и все подкрашено. Ложку дегтя все же нашли и здесь. На платной стоянке автобусного парка состояние площадки оставляет желать лучшего. Выбоины и ямы – не лучшее покрытие для длительной стоянки. Но, как заверил сторож, виноваты сами автовладельцы. Засыпают асфальтной крошкой. Но машины большие, фуры, и они таки разбивают. Еще несколько лет назад городские власти решили – каждый вторник и пятница – дни Большого Марафета. Когда генеральную уборку на прилегающей территории должны проводить не только дворники с метлами, но и весь коллектив, в том числе и ИТРовцы. Мясокомбинат – полдень вторника. Картина маслом на прилегающей территории. Один человек прячет лицо от камеры. Вторая напарница сидит в бытовке, а я убираю. Что убираете? Что за вами закреплено, расскажите. Стоянка, ну территория вот этой полностью всей площадки. К площадке у рабочей группы вопросов нет, а вот к подъезду на мясокомбинат – масса. Страшные цветочницы, клумбы, которые, наверное, нуждаются и в ремонте, и в покраске. Понятно, что очень много автомобилей, вот мы сейчас с вами видим, но по проезжей части, конечно, по такой, наверное, некомфортно на машинах ездить. Из плюсов – ровный асфальт на месте стоянки авто и велосипедов, а еще выкрашенные бордюры. Рядом ветки, некрашены заборы и снова злополучные ямы. Но все это уже о грехе другого хозяина. Энергоремонт-сервис, сотрудники которого две недели назад, сразу после предписания, навели порядок, но к очередному санитарному дню, видимо, не подготовились. Снова необходимо, получается, рабочей группе обследовать территории, снова обращать на это внимание руководство для того, чтобы были приняты меры. Группа по наведению порядка свою работу продолжит не только на предприятиях, но и в частном секторе. Результаты этой проверки – очередные рекомендации и новые штрафы. За бардак, бесхозяйственность и игнорирование простых санитарных правил руководству нерадимых предприятий придется заплатить минимум 10. За такое же нарушение для физических лиц – 5 базовых величин. Между тем, только в этом году за подобные нарушения было выписано без малого полтысячи штрафов. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Ремесленникам разрешили торговать в мастерских и рекламироваться в интернете. Все это без регистрации ИП. Плюс к тому, расширился список новых видов деятельности, для занятия которой теперь не нужна госрегистрация. Помимо продажи изделий на рынках и ярмарках, мастера смогут легально отправлять заказы по почте. По последним данным, в стране зарегистрировано около 24 тысяч ремесленников. В свете поправок в закон, эксперты прогнозируют рост числа мастерских, мастеров и их доходов. С 12 октября включат батареи в административных зданиях, офисах, цехах и производственных помещениях. Недели и ранее, напомним, тепло поступило в жилой фонд. Сосучреждения, детские сады, школы, приюты и больницы отапливаться стали самыми первыми, начиная с 3 октября. По прогнозам метеорологов, эта зима будет самая холодная за последние 100 лет. Подробнее про погоду на предстоящие дни в конце выпуска. Республиканская акция «За безопасность вместе» стартует в Беларуси. С 17 октября по 11 ноября сотрудники МЧС наведуются к инвалидам, одиноким, престарелым, а также к семьям с детьми в социально опасном положении. Дадут рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности жилищ. Кроме того, спасатели проведут рейды по проверке противопожарного состояния и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах и промониторят состояние источников водоснабжения. В Беларуси отцам разрешат выходить в декрет. Отпуск по уходу за ребенком теперь положен не только матерям. Норма будет внесена в Трудовой кодекс, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты страны. Такая мера снизит нагрузку в семье на слабый пол после рождения ребенка. Также законодательно пропишут возможности гибких форм занятости и удаленной работы. Могилевщина станет больше сразу на 121 гектар. В Беларуси проводится корректировка границ внутри регионов. Согласно плану, 1969 гектаров отойдут в столичной области. Та, в свою очередь, подарит соседке 2090 гектаров. В стране границы областей и регионов были определены еще в 60-70-х годах прошлого века. Тогда их прочертили по руслам рек, магистралям и шоссе. Со слов картографов и геодезистов, в последние полвека они сильно изменились и требуют срочной корректировки. Актуализация границ областей завершится в 2018 году. Овощи и рыба, саженцы и мед. Ярмарка сельхозпродукции в самом разгаре. Местные производители предлагают горожанам продукцию частных подворий, а приезжие продавцы удивляют новинками для сада. Чем запасаются бобручане на зиму и что почем предлагают производители. Приценилась Ангелина Дикун. Народные гуляния и торговые ряды в несколько сотен метров. Ярмарка «Золотая осень» в этом сезоне собрала производителей сельхозпродукции со всех уголков страны и ближнего зарубежья. Любимое лакомство белорусов и главное блюдо на любом столе. Сразу в нескольких сортах продает семья из Кличева. Продаем лосунок. Очень хороший желтый сорт. Разваривается отличный сорт. Выращиваем крыницу, выращиваем моли. Продавец уверяет, бабка с грибами или просто драники, будут отличным вариантом для сытного обеда или вкусного ужина. А вот на завтрак лучше мед, уверена пчеловод Любовь Марфушкина. Он у нее всех видов. И жидкий, и твердый, и даже в сотах. Есть и пчелиный хлеб. Это людям ослабленным для поднятия иммунитета. Его рассасывают. Нужна шелочная среда. В арту рассасывают. Сразу питание мозгу и кровь идет. Лук, морковь, капуста. Главные ингредиенты зимних закаток. Бобручане скупают не килограммами, а сразу мешками. Цены приятные, а постоянным клиентам скидки и бонусы в подарок. Покупатели хвалят не только сервис, но и качество товара. Большой выбор картошки. Вот мы выбирали скарб, муж уже унес. И морковка. Ну, в общем, мне все очень здесь нравится. Все-таки на ярмарке все дешевле. И приятно посмотреть. Заказ сделали, и нам домой привезут. Мы очень рады. Не первый год, наверное, так заказали. Не первый год. Уже третий год мы так покупаем. Для любителей собирать фрукты и ягоды на собственном участке здесь огромный выбор саженцев. Груши, яблоко, вишни и перси, кабрикосы, голубика. Семья Рожковых не одно поколение выращивает плодово-ягодные культуры. Сегодня у них сад в 20 тысяч деревьев. И бесчисленное множество саженцев на продажу. Груши все будут где-то на 3-4 год после посадки в сад. Все остальное на 2-3. Это все косточковые яблони. Александр Хорошкевич – король роз. Бордюрные, чайно-гибридные, парковые, плетистые. И любимый сорт горожан – черная магия. Цветок с бордовыми лепестками. Хит-продаж ярмарки. Продавец в бизнесе уже 15 лет. В качестве своего товара уверен на все 100. Они очень хорошо себя переносят, хорошо себя зимуют. И цветут, радуют людей. Неприхотливыми их не назовешь. Но на то они и розы. Требует ухода. Зато в ответ благодарность. У сладоглаза нежная амбре. Белая, розовая, чайная и даже бордовая из лепестков этих садовых роз готовят не только ароматные эфирные масла, но даже варенье. Продавцы признаются, за день работы ярмарки они успевают дважды подвозить продукцию на импровизированные прилавки. А покупатели в это время могут приобрести и теплые вещи на зиму. Варежки или носки – все из натуральной шерсти. Впрочем, на этом ассортимент едва ли ограничивается и постоянно пополняется новыми позициями. За это об обручении между собой называют сезонный базар. Гипермаркетом под открытым небом. Ярмарка на Горького работает каждый выходной день с 10 до 16 часов. И так еще без малого месяц. Ангелина Дикун, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске. В предстоящие сутки в регионе синоптики обещают дождливую погоду. Ночью от 10 до 12 со знаком «плюс» возможен дождь. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Утром сплошная облачность, небольшой дождь, ветер того же направления, но до 15 метров в секунду. Температура воздуха 7-9 со знаком «плюс». В полудню воздух прогреется до 11 выше нуля. Будет облачно и дождливо. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. К вечеру уменьшится до 7. По-прежнему будет идти дождь. Столбик термометра покажет отметку в плюс 10 градусов. В течение дня атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 95%. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин